Всем привет! Я по пути к родителям заехала в собор, потому что у меня сегодня здесь брат служит. Погода на улице минус 5, ночью, наверное, вообще было минус 10, такой дубак, идёт снег. Наверное, вам плохо видно, но он идёт с самого утра. Да я вообще ещё не проснулась, у меня глаза там опухшие какие-то, слипшиеся. Увидела, что здесь растёт огромный шиповник, такой крупный-крупный. Там вдали есть красный, но его плохо видно. Ладно, короче, я пошла, а то замёрзла. Вот он, кстати, ещё шиповник. Или это чайная роза, не знаю, я постоянно их путаю. Всё, видимо, конец службы. Красота, конечно, со снежком. Сегодня, кстати, 1 октября. У нас большой минус и снег. Такой шиповник крупнее, чем ранетка. Он вообще крупный. Это кедры, что ли, такие пушистые, красивые. Что-то слишком красивые, по-моему. Ещё пихта тоже пушистая, я плохо разбираюсь в них и плохо различаю. Зато на фоне их видно снег. Да? Плохо видно, но он есть. Марсик. Он не хочет смотреть в камеру, но, однако, лежит на мне. У нас кототерапия. Вот у него тут ухо уже почти зажило. Место за ухом. Так что мы его вылечили сами, без ветеринарок. Смотри, ей не нравится, что я его глажу, сразу начинает мыться. Смывать мой запах. Я ничем не пахнула. Марсик, у меня нет даже крема. Чё ты зализываешь? Запах человечатины зализывает. Им не нравится такое. Короче, кототерапия, кото-медитация у меня. Красавец. Сейчас будет зализывать опять. Мы закупаемся в магазине. И тут лежит... Ну, конечно, здесь лежит красивая скумбрия. Кто-то спрашивал про цены рыб. Вот, допустим, скумбрия. За эту рыбину 183 рубля. И вот такая вот огромная форель. Просто какой-то теленок. Стоимость. Цена за эту рыбину 7800. 1560 за килограмм. Шикардос. Вот маленькая есть форель. Но это просто шикарная. Смотри, клешни краба. Краб. Клешни краба. 400 рублей всего. Краб-стригун. Но это не камчатский, это стригун маленький. Грибешки есть. Мягкие, кстати, только заморозили. Никогда не готовила. Я дома. Какой на улице дубочок. Просто мой градусник показывает минус. Мне кажется, муж немножко врет. Потому что там должен быть ноль, а у меня прям минус 3. Я думаю, что его всё равно нужно поменять. Но потому что делать на таком уровне, это просто как для каких-то либо детей, либо карликов. И то низко. Я думаю, куплю новый и куда-нибудь, ну вот сюда, на уровень глаз. Его приклею. Я сразу поставила вариться картошку. Что-то сильно кипит-то. Потому что купила брюшки в форели. Называется Тиша. Она стоит 1600 за килограмм. Там есть на самом деле разные. Есть такие с жирком, где мало рыбы. Ну, мяса самого. А есть вот такие. Но я не думала, что они такие большие будут. И что так много получится. В итоге получилось полкилограмма 854. Ну да ладно. Главное, чтобы были вкусные и не пересолёные. Взяла ещё в 8 шагах вот такой одесской колбасы за лихват. В импульсе я брала другой фирмы. Та была вкусная, как эта, не знаю. Плюс взяла чёрный чай. Вот такой, какой-то новый, не брала такой. Ну и Акбар, зелёный жасмином. Это яблоки от родителей. Я те ещё не съела, но это вот два больших. Какой-то другой сорт. Пирог мамин к чаю. Со смородиной, поэтому такой чёрный, тёмный, но очень вкусный. Помидоры. Вроде как всё последнее и последнее. Где она их берёт опять? Опять откуда-то появились помидоры. И здесь в контейнере котлета с картошечкой. Сегодня у нас на обед были котлеты. Короче, улов такой. Жду, когда сварится картошка. Теперь плохо кипит. Ну как? Вчера вечером пила вот этот чай, который мне отправили зрители к дню рождения. Кстати, я даже и не показала, что там внутри. Как он выглядит. Там внутри разные пакетики. Вот здесь можно почитать их состав. Так, у меня ночь нежна. Ромашка, корица, фенхель. Это вот на ночь такой успокоительный. Остальные ещё не пробовала, только открыла. Но выглядит это всё очень красиво. Там разные пакетики на вкус. Очень вкусный. Я так понимаю, натуральный. Из Москвы, что ли. В Москве, наверное, производится. И мыло, кстати, я не показывала. Вот такое мыло. Крымское, натуральное. Пахнет очень вкусно. Очень сладко. Как будто прям какими-то дорогими сладкими духами. Они здесь разные. Сливочный мусс, мускатная долина и молочный шоколад. Ну вот и такой запах прям сладкий-сладкий. Выглядит очень даже натурально. А пахнет, правда, офигенно. Батарейх-пак полностью разрядила у родителей. У родителей очень удобно. У них всего там две розетки, по-моему, в зале. Поэтому я раньше поставлю на зарядку и всё. И без телефона. А сейчас эту штуку приклеила, полностью посадила. Зато полностью зарядила телефон. По-моему, на 98% он мне зарядился. И эта штука как раз села. Вот я заряжаю. Я вообще теперь всегда, когда показываю какие-то чаи, какие-то свои покупки, сильно переживаю. Потому что вот этот закон о рекламе, о маркировке, штрафы там для юридических лиц до 700 тысяч, по-моему. Когда только это всё ввели, в начале сентября, я прям ночами не спала. Я смотрела видео юристов, читала, как, что это будет. Рекламодатели резко начали переделывать свои договора. У них там тоже юристы, бухгалтера работают. В общем, они там всё меняют. И таким простым, обычным людям непонятно, как, если, допустим, я показывала там лампу, да, настольную. У меня спрашивали ссылку, я отправляла. И также какой-нибудь карандаш для бровей спрашивают ссылку, когда я показываю. Или ссылку на сумку с Вайлберрис. Я отправляю ссылку и уже вообще не понимаю, насколько это опасно. Как-то совсем запугали, как именно ФАС будет штрафовать. Как они будут вот это всё распределять. Кто будет платить, рекламодатель или блогер. Как они будут вычислять размеры штрафов. В общем, это такая головная боль и для меня, и для рекламодателей. Пока ничего не понятно, пока не ясно, как этот закон будет в точности работать. Страшно реально вот что-либо даже показывать, потому что могут счесть это за рекламу. А я всего лишь показываю, что я пью, что я ем, что я купила, чем я крашу там глаза. В общем, мне пока ничего не понятно. И каждый раз, когда какую-то ссылку скидываю, так сердце бьётся и думаешь, ё-моё, а можно ли это делать? Совсем обрезали крылья, и так всё было очень сложно. А теперь ещё сложнее. Огромные договора. Мне как-то пришёл 14 листов договор. Я легла перед сном читать, я просто заснула. Я вычитала 2,5 часа. Плюс маркировка через ОРД, которые, скорее всего, станут потом платными. В реестр надо это всё добавлять. Токен создавать, идентификатор. Ну ладно, я, короче, совсем уже в дебри ухожу. Я просто говорю о своих переживаниях. Может, сейчас уже более-менее что-то ясно становится. Может, кого-то уже оштрафовали, и примерно понятно, о чём можно говорить, о чём нельзя. Вот такие вот проблемы у блогеров и у рекламодателей. Касающиеся только нас, но эти проблемы занимают очень много времени. О, картошка готова. Не, ну я вообще вот это смогу одна съесть? Это ж пол рыбины. Я думала, там вообще маленькие, тоненькие такие брюшки будут, а там, ну вообще... В пакете ещё одна такая же. Я думаю, надо разрезать кусочками и убрать оставшееся в морозилку. Ну, красивая, конечно, но очень большая. И, короче, как попало, разложила. Главное, что вкусно. Нет, вообще-то всё равно. Красота. Рыба — это всегда красиво. Я просто рыбная душа. Я пока занималась своими делами, захожу в комнату. Что это такое? Какие коровы? Откуда? Я вчера просто на ночь глядя уже, подключила станцию к телевизору. Ну, через эти дни она у меня была отключена. Так как потоп, я её убирала, там, воду сливала вот здесь вот. Вчера, думаю, пора уже подключать. Надеюсь, больше что-то топить не будут. Зашла в подборку фильмов, сериалов. Узнала, что, оказывается, здесь у неё в подписке есть сериал «Моя дочь», который я смотрю. И вот я сейчас просто не по телевизору, а вот так вот через Алису смотрю. И, в принципе, это очень удобно. Короче, когда долго её не трогаешь, включается заставка. Корова — это, видимо, летняя заставка. Потому что я ни разу такое не видела. Её, кстати, она включает, выключает тоже телек. Алиса, выключи телевизор. Секунду. Угу, всё. Я смотрела обзоры на новые ТВ-станции «Яндекс с Алисой». Там Алиса встроена как бы в сам телевизор, вот сюда. То есть с ней тоже можно разговаривать, управлять голосом. Но изучив эту тему, говорят, что она как бы, ну, урезана здесь. Конечно, вот такая вот станция. Гораздо более полная. Да вообще полная, мне кажется, через HDMI. Даже лучше будет, чем сама ТВ-станция. Там время, конечно, покажет. Может, уже эту ТВ-станцию прокачают. И можно будет брать. Может, обновления будут хорошие. И будет такой же полноценный телевизор. Ещё я зашла в «Вайлберис», забрала вот такой гель для стирки «Изи Клин». На пробу буду тестировать. Потом уже пробую мнение. Ой, такой тяжёлый. Я не знаю, как я его донесла до пятого этажа. Но я смогла. Пятилитровая канистра. Короче, буду тестировать, смотреть. И потом расскажу свои выводы. Ещё забрала циферку. Цифра на дверь. Просто у меня на двери с той стороны нет цифр. Я решила купить и приклеить. Заказала. И пришла мне пятёрка. Но это просто какое-то роковое число для меня. Дело в том, что остальные цифры не пришли. Где-то они там в Новосибирске или в Красноярске, я не знаю. Пришла именно пятёрка. Хоть у меня квартира не пятая, но при сложении всех цифр получается пять. Но это по нумерологии так делается. Всё остальное где-то путешествует. Пришла только пять. Хочу её открыть, посмотреть. Ммм, какая красота! Серебристая, блестящая, зеркальная. Вообще шикардос. О, я думаю, будет шикарно. Да. Будет, когда придут все. Кстати, стоит всего лишь 99 рублей. Вот такая вот циферка. У меня ножницы в каждой комнате. У вас тоже в каждой комнате? Мне кажется, это нормально. У меня в той квартире также было. В прихожей ножницы большие. В зале, в ванной. И на кухне двое. Получается пять. На кухне двое, потому что вот эти обычные что-нибудь там разрезать. Всё так темно-то. Не включила ленту. А зачем она нужна? Надо включать. И вторые, вот такие вот огромные. Они для рыбы. Но ещё лучше они подходят для того, чтобы обрезать розы. Стебли у роз прям такие плотные. А вот эти ножницы они справляют. Тут ещё у них вон какие-то фишечки есть. Но этими я не пользуюсь. Не знаю, что это для чего. И вот это тоже не знаю для чего. Орехи что ли колоть? Правда не знаю. Мы не обязаны всего знать. Итого у меня пять больших ножниц. Не считая нескольких маникюрных, маленьких. Сейчас кто-нибудь скажет, что я барахольщица ножниц. Мне просто так удобно. Я убрала отсюда контейнер. У меня такой длинный стоял. Там был полупустой. И решила вот так составить в ряд канистры. Мне кажется, вообще красота получилась. Да и как минимум поставить просто больше некуда. А здесь смотрится вообще хорошо. Принесла уже сюда морскую соль. Это вообще старая. Ну, она просто... Ну, примерно этого я и ожидала. А там крупнозернистая такая морская соль. Принесла сюда для того, чтобы уже наконец-то принять ванну с солью. Ну, она стоит-стоит. Ванну я так и не принимала. Так охота полежать в ванне прям несколько часов. Тем более у меня есть вот такая бомбочка. Но приоритеты пока что расставлены по-другому. Доброе утро. Моё доброе утро началось со звонка управляющей компании. Они мне позвонили с самого утра. Это тот единственный день, который у них ещё был для примирения. Как мы решили с адвокатом, если они ещё позвонят и согласятся возместить всю сумму, тогда мы не подаём иск. Иск я должна подавать завтра. И сегодня они позвонили. Многие из вас мне пишут, что, наверное, не смотрят твои видео. Наверное, смотрят. А как? Как меня можно не смотреть? Если будут снижать стоимость, опускать экспертные услуги, то, конечно, сразу нет. Тем более, что срок той досудебной претензии уже давно прошёл. Но в любом случае я посмотрю, что они мне скажут. И буду решать. Время 10 утра. Сходила в управляющую компанию, как будто в детский сад или в какой-то курятник, не знаю. Мужики так громко орали. Я говорю, вы повышаете голос. У меня такой голос, типа. Одного вообще попросила, чтобы вывели, потому что. Ну и иди в суд, он орал. Чего ты нашантажируешь? Ну, короче, я не знаю, такое поведение. Я просто в шоке. Само собой, они снижают цену, просят время. Говорят, что отправили мне ответ на досудебную претензию. Но я не верю. Я зашла на почту, и мне сказали, что на вас ничего нет. Они говорят, письмо было не заказное, а простое. Но прошло почти три недели. Даже простое письмо, в прошлый раз они же мне тоже отправляли, оно пришло за три дня. А сейчас просто врут в глаза. Я записала, конечно, на диктофон, там столько криков. Всё-таки дала им время до утра. Они от суммы оценки отняли слив с потолка и осушение потолка. Написали мне сумму, сказали, вот её мы оплатим, если всё в оценке нас устоит. Я сейчас пришла домой и вспомнила, что затраты на проведение экспертизы-то мы туда не вписали. Что-то там было так всё быстро, громко. Поэтому вот я сейчас им позвоню, скажу про затраты, мы посмотрим на реакцию. Здравствуйте ещё раз, это Ирина. Я сегодня к вам приходила. Мне бы женщину, которая занимается моим делом. Дайте её. Алло, здравствуйте ещё раз, это Ирина. Я поняла, что мы не включили в стоимость затраты на проведение экспертизы. 6500, это написано в досудебной претензии. Вы вот эту сумму включите? Да. Да, конечно. Да, прописано, конечно. Вы просто скажите начальству вот про это, что зря я время завтра тоже своё не тратила. И что если он на эту сумму согласится, то мы в соглашении прописываем, что денежные средства с момента подписания выплачиваются в течение одного дня. Ну и за каждый день просрочки 1% от суммы. Если он на это согласен, тогда вы мне звоните. Да, конечно, вот у него есть два варианта просто. Если что, то тогда не звоните. Я плачу адвокату, и ради меня человек едет с Красноярска, я эту встречу не отменяю. Потому что я вам не доверяю. На почте я была, никто мне ничего не отправлял. Я каждый день смотрю. Я каждый день смотрю. Вы что? Я была на почте. Нет. Они сказали 3 дня максимум. Прошлое ваше письмо же пришло за 3 дня. Ничего не было отправлено. Вы же это знаете. Зачем вы врёте мне прямо в глаза? Ну это неправда. Не было письма. Ну, всё может быть, но ответа нет. Да, это понятно. Ну, сам факт, что ответа нет. Нет, здесь конкретная сумма оценки плюс сумма экспертизы. Вы уже просрочили. Я тоже сомневаюсь, поэтому я и не отменяю завтрашнюю встречу. Вы не позвонили, не затребовали оценку, не отправили письмо, как оказалось. Потому что это в ваших интересах. Это в ваших интересах. Почему в моих? В моих-то суд. Тем не менее, я два с половиной месяца жду вас. По закону он имеет право делать оценку в течение трёх лет. Это всё по закону. Вот именно. А вы не ответили. Потому что это по закону. Да, конечно, передайте. Хорошо. Всё, спасибо вам. До свидания. Короче, как понимаю я, у них свои законы, почему вы на нас гоните и так далее, долго предоставляли оценку, хотя они её даже не запросили и не отправили письмо, но они говорят, что я ничего не докажу, а я говорю, что они ничего не докажут. Я-то общаюсь с юристами, с адвокатом, и почему-то вот у нас с адвокатом совсем другие законы, а у них совсем другие. В претензии написано «Прошу вас в досудебном порядке в течение 10 дней решить вопрос по возмещению данного ущерба и затрат». Она говорит «Мы должны были дать ответ, но вы не дали ответ, вы не отправили письмо и не запросили у меня вот эту самую оценку, хотя я не понимаю, зачем она им нужна, если там как раз был их представитель, вот эта женщина и была. Она всё видела, там даже не нужны эти им документы, но даже если они хотят их почитать, сегодня без всякого письма после звонка адвоката они мне позвонили и попросили прийти, и то оценку даже не запросили. Но в итоге я виновата, что я раньше не предоставила эту оценку». Досудебная претензия то и значит, что на всё про всё даётся 10 дней на урегулирование этих вопросов. Сегодня им почему-то не потребовалось никакое письмо, они просто позвонили и сказали «Приходи». Они выбрали позицию нападения. Они виноваты, и они на меня же нападают. Почему вы нам даёте такие сроки, почему вы нам ставите ультиматум, почему вы нас шантажируете этим судом, да это же долго, да вы замучаетесь, да мы ничего потеряем, а вы всё потеряете. То есть врут прямо в глаза, как я могу через суд потерять, я же знаю примерно уже сколько я выиграю через суд. И вот эта ложь в глаза, ну я это терпеть не могу вообще. Просто когда они окажутся в такой же ситуации, они вспомнят меня. А может и не вспомнят. А в такой же ситуации они по-любому окажутся, потому что мы становимся тем, что осуждаем. Ну нам надо время, чтобы проверить по виду врагов. Вы завтра подаёте диск. Можете подавать диск. Дело в том, что на всё время... Я разговариваю, у вас было 10 дней. Каких дней? 10 дней на ответ. Покажите мне на ответ. Стоп, 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 подождите. Вы документ принесли только сейчас. Вы его запросили только сейчас, мы будем им позвонить в первую очередь. Ничего подобного, у нас есть исходящий документ. Так. У вас есть вариант оплатить минус... Естественно, нам надо проверить. Просто подождите, стоп. Вы понимаете, что нам надо проверить? Давайте мне тоже 70 тысяч совпадения. Ну я хочу... У вас, я вас затопила? Затопили, я могу сказать. Я не затопила. У вас один день, завтра. Вы так сейчас разговариваете, понимаете? Я сейчас не разговариваете на помощь на салон. Мы от вас не отказываемся. Мы нет. Экспертизу вы сейчас привезли нам. Вот только сейчас. Вы разговариваете не со мной. У вас сейчас монолог. Вы меня не слышите. Я вас слышу, понимаете? Но мы не можем под ваши условия делать работу, которая касается не только вас. Можете, вы слишком долго тянули. Вы слишком долго ждали. Чем? Претензии чем? У вас есть момент... Претензия когда пришла? Вот сейчас. 13 сентября пришла претензия. Это вам. А нам когда мы ее привезли? 13 сентября. У тебя есть претензия их? Коля. Слушай, конечно, есть. Я ее регистрировала у вас. Вы мне звонить должны были в этот же день. Либо на следующий. У вас было две недели, чтобы позвонить. Вот в чем вопрос. Почему вы не позвонили? Почему? Николай занимался этим. Он даже письмо отправлял. Почему не позвонил? Почему вы не позвонили? Вот в чем вопрос. Здесь слова звонить, не звонить, не проходят. Здесь песни писать надо. Не проходят. Здесь песни только у вас. Мы официально работаем. То есть в письменной форме. Так сегодня вы позвонили, а они официально работают. Я не знаю. Может, почтальонка не нашла дома? Всякое бывает. Почтальонка не нашла дом. Кстати, сейчас мне эта же женщина по телефону сказала. Она говорит, я уверена, что оно лежит в почтовом ящике. Загляните туда. Я каждый день туда заглядываю. Мне приходила посылка от подписчиков. Я почти каждый день хожу на почту. Отправляю там по авито. Я всегда спрашиваю, есть ли на мою фамилию что-то, есть ли на мою квартиру что-то. Посмотрите в почтовом ящике. Я уверена, оно там. Приходите сами, да посмотрите мой почтовый ящик. Ничего нет. Ничего и не было. На их месте, если я накосячила, да, я отправляю и письмо, как положено. Но отправьте заказное. Вы почему отправили простое, которое якобы потерялось? Потерялось, потому что не отправили. Они начали шевелиться только после того, как мой адвокат позвонила им. А до этого нет. И сейчас они меня тянут за сроки. Накинулись. А почему так поздно? А почему это? А почему нам ставите ультиматум? Так уже все сроки прошли. Я уже договорилась, что мы составляем иск завтра с адвокатом. Эти 10 дней даются для того, чтобы если организация молчит, ничего не делает, то подается иск в суд. Для того и существует досудебная претензия. У них какие-то свои космические законы. Я вообще в шоке. Ну правда, я не хочу никого оскорбить, но я в шоке. Я думала, мы придем и будем все говорить по очереди, спокойно. Прошло столько времени. Они знают, где я живу. Они могли бы и позвонить сразу, попросить эту оценку, если бы хотели возместить. И прийти могли. И то, что женщина, которая мне сейчас звонила, что она была в отпуске, я вообще не могу взять этого внимания, потому что есть директор. В его интересах заниматься этим вопросом. У них есть юристы. И по закону четко в эти 10 дней он и должен был найти человека, который решит этот вопрос. Но они не хотели его решать. А сейчас вдруг решили, мы не отказываемся, и я почему-то во всем виновата. Ну конечно, если они пойдут на мои условия, они минимальны. Как бы они ни говорили, что я там какой-то деспот, и у меня такие страшные условия, что выплатить в течение одного дня, даже если там технически, бухгалтерия, ну может это все будет идти дня три, да, я все понимаю. Здесь же написано, за каждый день просрочки выплачивается 1%. Я почему это прописываю? Потому что в прошлый раз, когда они мне выплачивали за первый потоп, там было соглашение, что они обязаны выплатить в течение 10 дней. Они и то даже не успели. Они еще дольше, чем 10 дней выплачивали. Поэтому я уже перестраховываюсь, чтобы еще больше они не тянули резину. Хочу прописать соглашение вот такое условие. И если они на него не согласны, то они получают еще 50% штрафа от суммы по защите прав потребителей, да, по-моему. Ну, от 23 июля идет 3% за каждый день вот этой просрочки. В моем случае это очень выгодно, а для них не выгодно. Ну да ладно, каждый получит то, что заслужил. По деньгам пойти на мое условие завтра утром для них будет выгодней, в два раза выгодней по деньгам. Посмотрим, будем ждать. Но встречу с адвокатом я не отменяю. Я сейчас сижу, думаю все-таки над этими словами, что типа я им грублю, типа вы нам ставите такие условия. Я думаю, а кто вам должен ставить условия? Вы же меня затопили. Кто вам будет их еще ставить? Как мне изначально сказали, что ты приносишь вот эту оценку, озвучиваешь сумму, да-да, нет-нет. Я еще говорила, вдруг они там что-то начнут. Мне говорят, что значит они что-то начнут, здесь ты банкуешь. Это они должны здесь, во-первых, сегодня они должны были начать с того, что извините, мы неправы, мы виноваты, да, по нашей вине это все произошло. Вот с этого должно было начаться. А не с того, что а вы нам не принесли, а сколько времени прошло, а где вы были, а что письмо, а почему не предоставили, нам нужно время, мы ознакомимся. Такое ощущение, как будто реально они там главные. Кто главный-то? Кто накосячил? Что-то какой-то дурдом. Как можно так себе вести? Здесь либо я ставлю условия, либо суд. У них есть выбор, выбор есть всегда. Выставили я просто каким-то истериком. Ну, понятное дело, что я все-таки понимаю, от чего это все идет, и что они делают, что ими движет. Поэтому я, само собой, на себя это не воспринимаю. Хоть мы психологи, всегда верим в людей, и я в них верила два с половиной месяца. Я и сейчас верю, что, возможно, они завтра позвонят и скажут, хорошо, мы пропишем это в соглашении, мы выплатим эту сумму. И я соглашусь, если все будет вот именно так, как я сказала. Хоть и через суд получу гораздо больше, но я все же за расклад победитель-победитель. Короче, следующий день. Вчера целый день был на нервах, на стрессе, я была просто как выжатый лимон. То они мне звонили, то я им, я звонила адвокату, там маме все рассказывала. В общем, был очень эмоциональный день. В итоге вечером женщина мне позвонила с управляющей компанией и сказала, хорошо, директор согласен на эту сумму, озвучила мне ее полностью. Достали. Вот. Я сказала, что в соглашении будет прописано, что ладно уж в течение трех дней они отправят деньги, плюс один процент за просрочку. Ну и сумма, само собой. Она говорит, да-да-да, типа, приходите до обеда. Я опять повелась, дура. Я признаю. Вы действительно говорите, что я сильно мягкая. Нутром чувствовала, что что-то будет. Короче, пришла. Они мне дают соглашение, вообще оформленное, ну как будто ребенком в детском саду. В прошлый раз было нормально оформлено, но я поняла сразу, кто оформлял. Там есть один человек, который совсем психически неуравновешенный. И вот. Он такой, типа, читай. Типа, я задаю вопрос, она ознакомливайся. Ну, так разговаривает. Я прочитала. Очень плохо написан договор. Очень по-сырому, по-детскому. Думаю, ну ладно. Суть такая, что сумма на 9 тысяч меньше. Строчки про возмещение, про то, когда они отправят деньги, вообще нет. Ну, они, видимо, решили так меня наказать. Я говорю, где вот это, что в течение трех дней? Мы в течение трех дней. Я говорю, пропишите. Он говорит, ладно, давай мне, я сейчас пропишу. Типа, все остальное устраивать? Я говорю, сумма, куда делить 9 тысяч? Женщина говорит, я сейчас объясню. Это в оценке там что-то. Что-то им, короче, не понравилось в оценке. Ну, кто бы сомневался. Сейчас я ознакомлюсь. Он говорит, подожди, говорит, я сам все покажу. Типа, я этим занимаюсь. Я сам, типа. Он такой, короче, все устраивает. Я говорю, сумма, говорю, и нету вот этих двух пунктов. Про три дня и про один процент со дня просрочки. За день просрочки. Такой, что сумма, типа, нормально? Я говорю, мне вчера по телефону сказали совсем другую сумму. Он говорит, мало ли что вам сказали. На этих словах я просто встаю, говорю, хорошо, я поняла. Говорю, до свидания. Выхожу, ну, в другую комнатку уже, на выход. Они такие, куда вы пошли? Я говорю, тогда встретимся в суде. Ну, просто крикнула оттуда, оделась и ушла. Они мне звонят каждую секунду. Я их сейчас заблокирую, наверное, и все. Если бы они умели грамотно выражаться, сразу бы сказали, извините, мы все-таки признаем нашу вину. Если бы они разговаривали уважительно и объяснили бы, что, ну да, вот эти вот 9 тысяч, может быть, я бы даже согласилась, но я была бы тоже дура, если бы я согласилась. Они постоянно снижают цену. Хоть я вчера русским языком сказала, не звоните мне, если сумма будет не такая, и если в соглашении не будет то-то, то-то прописано, не тратьте мое время. Женщина сказала, да, 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 и она не ответила за свои слова. Я уже не стала там говорить, что вы не отвечаете за свои слова, потому что все слова будут использованы против меня, у них же там, скорее всего, камеры. Я записала на диктофон вот это вот его, его мало ли что вам сказали, и решила, что будет уже унижением дальше терпеть вот эти унижения. Из-за такого отношения люди и идут в суд. Я бы готова была пойти на мировую, но так как они себя так ведут, то все. Сегодня мой адвокат приедет из Красноярска, и завтра я буду подавать иск. В их глазах прям такая ненависть, такая злость, агрессия, которая прям вот пышет. Рядом можно воздух резать, такое напряжение. Поэтому он даже и не может сдержаться, мало ли что вам сказали. Ну, и пусть теперь объясняют своему директору, как они накосячили и как они выражались. Пусть покажут видео с камеры. Теперь это чисто их вина. И в плане финансов их вина, и в плане всех этих косяков и работ, которые они не сделали, их вина. Они, кстати, так и не показали. Просушили ли они крышу? Я думаю, ничего они не сделали, потому что я ни разу не видела, чтобы туда наверх заходили люди с пушками. Они вообще туда не заходят. И письмо они мне не отправили, виноваты. И плюс по-хамски унижали меня два дня, а я к ним бегала, как дура. Признаю. Зато суд скажет, вы пытались мирно решить? Я скажу, да, я ходила к ним два дня. И слушала унижения, которые все записаны на диктофон. Поэтому удачи им теперь. Кто-то уже прислал квитанцию так рано. Тут либо управляющая компания, либо ЖКХ. О, это моя любимая управляющая компания. Ну, конечно. Кстати, еще числа 30-го она уже лежала в почтовом ящике. Я ее свернула, положила в сумку. Ну, кто еще может так рано прислать? Конечно. Вот мне объясняли уже давненько, что если я вовремя все оплачиваю, то есть я выполняю свои обязательства перед управляющей компанией, а они, соответственно, не выполняют, раз умудрились пробить мне крышу и так себя плохо ведут. Я еще тогда перебиваю его и говорю, я все вовремя всегда оплачу. Он на это посмотрел, говорит, почему-то я не сомневаюсь. Как бы там ни было, конечно, без эквитанции я плачу, платила и буду платить вовремя. Потому что то, что они делают, творят, это на их совести. Это характеризует их, а меня характеризуют мои поступки. Поэтому уподобляться им я не буду. Конечно же, я все оплачу. По пути домой я купила арбуз половину. Опять не спросила, сколько стоит. Можно, конечно, посмотреть, сколько я заплатила за эту половинку, но я даже не знаю, какой здесь вес. Но он взял такой прям большой арбуз. Расцветка у него такая темная, яркая. Семечки огромные вообще. Я немножко попробовала, вроде как сладкий. И купила термометр, как и обещала, как и хотела. Тут до минус 50, ну нормально. Надеюсь, минус 50 этой зимой не будет. Стоит 70 рублей. У меня-то сейчас вот такой вот. Ну он тоже клеится, но вот так вот сбоку. А этот прям на стекло получается. Я решила попробовать такой. Куда-нибудь на уровень глаз. Может вот сюда, либо сюда. Наверное, лучше сюда. Для этого сначала надо помыть окно. Я же не помыла ещё окна. Я не сняла сетку. Я жду, когда будет солнце. Сейчас у нас на улице прям минусовые дни. Но обещают тепло. Обещают плюс 5, плюс 10 даже. Ну это окно я всё равно сегодня помою, чтобы термометр приклеить. Сниму сетку тогда уж. Уберу её уже. Хотя мухи могут залететь. Ну ничего страшного. Я же их всё равно не убиваю, а выпускаю. У меня столько пропущенных. Звонят с разных номеров. Уже с трёх разных номеров позвонили. Но я подозреваю, что это они, поэтому я на неизвестные не отвечаю. Просто всех надо блокировать. Всех блок. Арбуз несла в пакете. Маечка. Спросила у продавца. Я говорю, пакет выдержит. Он говорит, верь мне. Я такая, чё? Ну не услышала. Он говорит, верь мне. Меня так умилила эта фраза. Ну это у фруктовиков я брала. Там узбеки, таджики. Ну, наверное, таджики, я не знаю, но не русские. Они как бы всегда так выражаются. Выражаются так, как не выразился бы русский. Русский бы сказал, я сказал выдержать, значит выдержать. Типа, бери. Ну что-нибудь такое. А они всегда как-то так на ты. И у них получается это всё так мило сказать, так по-доброму. Ну не все, конечно, таджики такие. Они тоже разные бывают. И я всю дорогу обратно думала о фразе вот этой «Верь мне». И думаю, если бы всем в этом мире можно было верить. Каким бы был этот мир? Но ведь есть люди, которым можно верить. Есть люди, которые не врут другим, не врут себе. Ему я поверила и пакет выдержал. Время на духовке опять моргает. 6 часов 53 минуты назад выключали свет. То есть всегда в одно и то же время, примерно где-то с 5 до 6 утра выключают свет. Я уже думаю, может это с моей духовкой что-то не того. А с другой стороны, я уже каждую ночь просыпаюсь, потому что она когда включается, она пиликает. Я просыпаюсь там 5.40. Думаю, опять выключали. И смотрю на Алису, она начинает перезагружаться. Следовательно, свет отключается во всей квартире. Я думаю, может это у меня что-то не того с квартирой или с домом. Почему они каждую ночь выключают? Нет, единственное, они не выключали вчера ночью. А так позавчера, позапозавчера и всегда в одно и то же время. Грубо говоря, каждую ночь отключают. Я думаю, может позвонить в Красноярский энергосбыт, узнать. А у меня уже закрадываются смутные сомнения, что это только в моей квартире происходит. Потому что это как-то ненормально. Ну, сколько можно-то? Ну, да ладно. Как-нибудь и этим вопросом займусь. Я сейчас сделаю себе бутербродики с... Это тиша форели, которую я покупала. Она жирная, конечно. Я прям тяжело вот так вот одну есть. Поэтому я решила с хлебом и без масла. Порежу, конечно, отделю всё. Будет у меня такой обед. Кстати, песню Алиса включила. «Больше не звони мне по барабану». Ну, сейчас пока с часу до двух у них обед, они пока и не звонят. Война войной, а обед по расписанию. «Больше не звони мне по барабану». Откуда она вот знает, что включать? Вот, кстати, вот такую ложку нашла. Алиса, стоп. «Включай Рустем Жугунусов. Альбом с Маган Крексин». Что такое? Стоп, говорю. Потихоньку же разбираю коробочки. Вот такую ложку нашла. Покупали я, по-моему, в Крыму в 16-м году. Но я ни разу её не носила, не ложила в кошелёк. Тем более, что сейчас нет кошелька. Но вот такие же талисманы, сувениры есть. Наверное, кто верит, у тех они работают. Может, и брошу в сумку. Прям так, прям в упаковке. Я ещё купила муравейники в Ермолино. Ну, как бы муравейники. Я даже в магазине не заметила, что мне дали вот такие вот конусы. Это вообще что? Я достаю и понимаю, что... Что это такое? Что это за конусы? Почему такая форма? Интересно, во всех Ермолинах города теперь такие муравейники? Ну, муравейник — это же типа горка. Ну, где мы видели, чтобы муравейники стояли вот такими столбиками ровными, точёными? Прикол. Что происходит вообще с этим миром? Теперь у нас даже муравейники в виде геометрических фигур. Бутербродики вот получились красивые. Чай готов. Ой, настроение всё-таки хорошее. Даже сама не знаю, почему. Я же только сказала про солнце, и оно выглянуло. Всё в этом мире для меня. Сейчас тогда займусь окном, термометром, сеткой, арбузом. Ну, какое солнце, красота. Как давно его не было. Даже вот этот знак, по-моему, он раньше так ярко не светился. Не слепил, точнее, мне в окно прям. И даже жёлтая машина проехала. Значит, всё к лучшему. Паутины! Жесть! Намотали пауки. Закрыть, чтобы пауки не зашли. О! На сетке написан номер телефона. А! Я знаю, чей это номер телефона. Эту же сетку перетягивал мне мебельщик весной. И, видимо... Ну, он её возил, привозил и написал здесь свой номер телефона. Или они написали. Я думаю, номер знакомый. Я его знаю. Прикольно. Я не знала. Надо стереть. Хотя пусть останется на память. Запечатлел мне, чтобы я никогда его не забыла. Я не знала. Градусник, как оказалось, прикручен на саморезы. Вот зачем? Охота сказать, какой дурак это сделал, но ладно, уже сказала. Я понимаю, он может отклеиться, упасть. У нас там на четвертом этаже на прошлой квартире тоже много раз падал. Он, кстати, ни разу не разбился. С четвертого не разбился, может, и с пятого не разбьется. Ну, упал, разбился, купили новый, 70 рублей. Цена вопроса, зачем на саморезы-то раму дырявить? Ну, вообще, пойду за отверткой, что делать? Крестовая, мелкая, но раму жалко. И что, теперь эти дырочки пусть так и остаются? Или с ними надо что-то делать? Я даже не знаю. Заклеить, замазать. Да, пусть остаются. И все равно приклеила неровно. Ну, ладно, не должно быть все идеально. Можно, конечно, оторвать и как-то выровнять. Может, даже наоборот сюда, вовнутрь. Но оно сидит прям намертво. Лучше не трогать. Зато не упадет. Вообще-то все-таки криво. Ну, да ладно. Отпадет новый куплю. Главное, чтобы он никого не убил. Ну, я думаю, там никто и не ходит. Там люди ходят далеко. Сейчас температура начнет стремительно падать. Разница между чистым стеклом и грязным. В жизни сильно видно разницу. Не знаю, как на камере. Но на улице холодно. Ветер, и я прям замерзла. Поэтому потом уже буду мыть эту раму. С этой, в принципе, проблем не возникнет. Я знаю, что многие боятся высоты, живя на высоких этажах. Ну, даже на пятом этажах. Да даже на третьем кто-то боится вот так в окно высовываться. У меня вообще нет страха высоты. Никогда не было. Мне кажется, я хоть на пятом, хоть на девятом, хоть на девяносто втором. Я бы вот так же и мыла. За рамой держишься и все. У меня подоконник еще здесь широкий. Да нет, это просто страх. Либо он есть, либо его нет. Хоть и этого страха у меня нет. Признавайтесь, кому захотелось арбуза после этих кадров. Я думаю, многим. Арбуз просто нереальный, сладкий и плотный, и рассыпчатый. Вот эти с крупными семечками, как в детстве. Уже лет 10 с родителями говорим о том, куда делись вот эти арбузы с крупными семечками. И вот, вот он. 250-й посмотрела, я отдала за вот эту половинку. Не спросила, чей он. Раньше я брала Казахстан, потом Узбекистан. Чей вот этот? Такой сорт интересный, не знаю. Ну, прям охота ему сказать спасибо за то, что он сказал, верь мне. Я ему поверила, и он меня не обманул. А то я говорю, представляете, будет невкусно, мне придется обратно вам нести. Арбуз просто космос. Вот это на сегодня. Как раз тут раза на два. Это все в холодильник. Охота прям позвать Лину, вот так посидеть вечером, никуда не торопясь, поболтать за арбузом. А мне вообще некогда. Особенно сегодня. Нужно отснять видео, смонтировать видео, выложить, поставить на отложенный старт. Завтра же я иду писать иск, потом он будет это все отнести в суд. Ну, там, короче, свои проблемы. Да не проблемы, просто много дел, много нюансов, и опять весь день на это уйдет. Но я рада, что так оно все-таки. Как бы я ни пыталась выйти на мировую, все ведет меня в суд. Точнее, они сами ведут меня в суд. Ну, значит, так надо. Позвонила Лина, позвала гулять. Я говорю, хочу, но не могу. Совсем нет времени, и я сплю по пять часов в последнее время. Долго монтирую, утром управляющая компания звонит 9, и все, не высыпаюсь. Поэтому буду заканчивать видео, и понимая, какие примерно будут комментарии, сразу отвечу. Солнце-то какое! Ну, красота! Такая прелесть! Скорее всего, напишите, зачем ты пошла опять на мировое соглашение и так далее. И вы правы. Но в суде, скорее всего, будут спрашивать, пытались ли вы мирно решить вот эту проблему, да, этот конфликт. И я пыталась. Я сама к ним бегала, даже вот сейчас. Хотя, по сути, да, я забываю про то, что 10 дней-то прошло по досудебной претензии. То есть, по закону они не ответили, и я могла бы уже и не ходить. Но я, добрая душа, всё-таки пошла. Перед тем, как туда идти, тогда ещё, перед этим я позвонила адвокату и говорю, а что бы вы сделали на моём месте? И она мне сказала, как я считаю, очень правильные слова. Она говорит, я не могу ответить на этот вопрос, потому что, говорит, у меня совсем другой опыт. Эту фразу от неё я понимаю так, что, ну, она бы их просто размотала, что мы сейчас сделаем вдвоём. Понятно, она адвокат, знает законы, у неё есть опыт. И она бы уж, наверное, действовала через суд, потому что она всё это знает, и она в этом варится, да. Она говорит, но вы, как бы, смотрите сами. Если вам вот этой суммы, которую они возместят, хватит на то, чтобы восстановить квартиру, то лучше, конечно, согласиться. Потому что это быстро, по-мирному и, ну, и как бы выгодно для обоих. Ну, если я хочу получить все вот эти вот штрафы и всё, что мне положено через суд, то есть больше денег, тогда суд. Ну, и я в итоге решила пойти на мировую, потому что зовут, думаю, схожу. Уже с определённым условием, потому что все сроки они нарушили. Поэтому либо да, либо нет. Ну, вот сходила. Послушала высокомерный тон, унижение. Бегала к ним, хотя они должны ко мне бегать. Это они меня затопили. Это я жертва. И они должны извиняться, ползать и упрашивать меня хоть как-то не идти в суд и предлагать мне суммы. Ну, просто, видимо, нет совести у людей. Человечности, да. Про человечность мы говорили в прошлом видео. Печалька. Я думала, хотя бы у этой женщины, ну, хоть чуть-чуть есть вот это сердце человечности. Она мне ещё вчера по телефону сказала. Ну, я говорю, пропишем вот этот пункт, про который я говорила. Она говорит, такое ощущение, как будто вас постоянно обманывали. Я говорю, ну, как бы да, вы. Два с половиной месяца. То один сотрудник, то второй, то третий. Она говорит, мы всегда всё выплачиваем, такая-то, такая-то сумма озвучила, пункты эти мы впишем. В итоге я прихожу, и в соглашении всё не так, и я понимаю, что она не ответила за свои слова. Грустно за таких людей. И ещё многие пишут, что вот как бы не то, что наказать их надо, а как бы проучить. Если мы будем это всё глотать, прощать, то они будут так себя вести, вот эти всякие организации важные, которые там все депутаты, они же. Они все вместе, эти управляющие компании завязаны, и они все депутаты, да, как оказалось. Якобы я через суд их накажу, и они больше не будут себя так вести, я их научу. Я так не думаю. Помню в каком-то видео девушка... Там вообще другая тема, но суть одна. Говорила про то, ну, она достаточно грубо говорила, она называла людей дебилами, что, типа, на дороге надо уступать дебилам. Пропускать дебилов, вот как она говорила. Есть же люди, которые пытаются наказать, научить, как мой бывший муж постоянно выезжал на обочину, блокировал, чтобы никто по обочине не объехал, открывал окно, материл их, типа, учил. Мне почему-то до сих пор стыдно за него, хотя косячит он, а стыдно мне. И до сих пор. И вот, она так просто объясняет, говорит, человек был до сорока лет дебилом, и тут явились вы, и вот сейчас-то вы его научите, и сейчас-то вы ему откроете тайну, что он делает неправильно. Да нет, конечно. Он каким был, такой останется. Никого мы не научим, ничего мы им не вдолбим в голову, не пересадим им свой мозг. Они какие были, такими и будут. Ну, водители. Но здесь аналогичная ситуация. Вот они такие люди, ведут себя определенным образом, они там все примерно одинаковые, что муж с женой подбираются примерно одинаковые. Ну, потом уровень развития немножко разнится, кто-то стоит на месте, кто-то развивается, кто-то там уходит в духовность, кто-то наоборот в наркотике, алкоголь. И получается, что их пути расходятся. И они дальше опять подбирают себе следующего, примерно такого же, как они сами. Также в этих организациях. Их было вчера 4 человека, и они всё про одно. У них одинаково работает мозг. И вот этот человек, который психически неуравновешенный и абсолютно неграмотный, потому что второклашка, наверное, более грамотно напишет вот это соглашение. Там ни шапки, вообще ничего нет. Там так написано, ну, просто я не знаю. И его держат, а держат, потому что он друг сына директора. Вот так вот у нас всё и устроено. Вот на этом у нас всё и завязано. Но лично я всё равно никого учить не собираюсь, наказывать не собираюсь. Я просто делаю то, что должна делать. Поэтому просто суд. Суд рассудит. Вот и узнаем, сколько можно примерно выиграть в такой ситуации, как у меня. И разживая всё это вам, хоть я и не называю имена тех, кто управляющий компанией, я понимаю, что, возможно, им неприятно будет слушать то, что я сейчас говорю. Но мне на почту пишут много людей, которые в аналогичной ситуации, ну и спрашивают, как им поступить, чтобы я им подсказала, что я делала, как я печатала и так далее. Я понимаю, что это кому-то важно и нужно, и что, возможно, это кому-то пригодится. И в суд я, получается, иду тоже не только для себя, но и для некоторых из вас. Но я почему-то опять рада. Я уже от них шла, и у меня какое-то такое счастье в душе. А туда шла. Я, по-моему, говорила, то ли на камеру, то ли маме говорила, что вот прям не хотела идти, вот как чувствовала, что что-то будет не то. Хотя вроде как сейчас уже получишь деньги, да, всё, делай ремонт. Ещё утром думаю, думаю, даже если вот сейчас подпишу это соглашение, ну я думала, что я его подпишу, потому что я думала, что они ответят за свои слова. Всё-таки не маленькие же, но оказалось маленькие. И думаю, за три недели я всё равно не успею поменять потолок и поклеить обои, потому что там очередь только месяц, минимум полтора, ну вот этих специалистов. А мне украшать дом нужно уже в начале ноября. В прошлом году я украшала, я даже знаю точную дату, потому что должен был прилететь одноклассник. И я вот к его прилёту специально торопилась, чтобы всё украсить. Украсила я уже 8 ноября. И, следовательно, потом видео монтируется, ну где-то, наверное, месяц на это я всегда себе давала. Ну можно за две недели, но в этот период, пока я монтировала новогоднее видео, я не выпускала никакие влоги, ну потому что это видео очень сложное по монтажу, по съёмкам и плюс музыка. Сейчас американский же сайт, я не могу его никак оплатить. И ну там вообще беда. Ну минимум две недели на монтаж. Всегда под новогодним видео очень много людей, которые пишут, всё прекрасно, красиво, но зачем так рано, да что за бред, да чем вы думаете. Я же блогер. Сейчас уже начинают люди смотреть новогодние видео. Да не сейчас, в сентябре уже начали. Чтобы примерно понимать, что купить, какую ёлку заказать, гирлянду, как украсить. Поэтому мне край, конец ноября, начало декабря, нужно уже его выложить. Следовательно, начать украшать, конец октября, начало ноября. Всё равно бы не успела, короче, сделать ремонт, поэтому я никуда не тороплюсь. Хоть они вчера меня и пугали, не понимаю, зачем вам суд. Вот он будет длиться год, я говорю, да хоть два, я никуда не тороплюсь. Два года, я говорю, да хоть три, я вообще никуда не тороплюсь. Женщина говорит, ну вот год он будет длиться, вы получите эту сумму. Типа мы-то ещё останемся в плюсе, а вы-то в минусе. Говорит, и что вы через год сделаете на эти деньги? Вот я не понимаю, они то ли не знают законов до такой степени, ну как они тогда работают в такой организации, если они ничего не знают, то ли они всё знают, но специально блефуют, чтобы меня напугать. Потому что вот эту оценку экспертную, кстати, я не говорила про это, да, её можно делать каждые полгода. Это всё как раз связано с ростом цен. Цены растут, ты каждые полгода делаешь новую оценку. Следовательно, если суд будет длиться долго, да мне уже можно будет её сделать через 4 месяца. Я просто во время суда сделаю ещё одну оценку, она будет соответствовать уже новым ценам, плюс с каждым днём обои отходят всё сильнее и сильнее, про это ещё говорил оценщик. То есть чем больше времени пройдёт, тем сильнее будут видны вот все эти повреждения. У кого-то там грибок идёт от влажности, вот у меня обои отходят всё сильнее, поэтому они не понимают, что делают себе только хуже. А я буду просто переоценивать в течение всего этого времени и всё. И всё равно будет всё справедливо. Буду с вами прощаться, желаю, чтобы вам никогда не попадались такие люди, которые попались мне. Это ж надо было, чтобы мне попались именно такие люди. Вот именно такие, все. Как так? Как я так умудрилась? Я просто счастливый человек. Ну, надеюсь, что хотя бы у тех, кто пишет мне на почту и тоже затоплен, надеюсь, что у вас всё пройдёт гораздо проще, чем у меня. Желаю вам удачи. Спасибо за просмотр. До скорых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok